Данил Дорохов 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 побеждать простых игр тут не бывает все все ребята бьются все хорошие команды тем наверное интересен этот турнир для этого его и делали да опять у нас хромала конечно реализация в первом тайме создали три хороших момента не смогли забить во втором тайме я думаю что владели вообще подавляющим преимуществом наверно тоже создали кучу моментов но отдать должное сопернику они достаточно организованно оборонялись практически на протяжении всего матча тяжело было вскрывать эту насыщенную такую оборону но все-таки ребята молодцы проявили характер проигрывая 1-0 сравняли могли выиграть это футбол бывает и так что можно владеть преимуществом и сыграть ничего или проиграть поэтому сложилось так как сложилось сегодня игорь саныч новый наставник матвея ландрата он подписал свой первый профессиональный контракт полтора сезона был основным вратарем многократно входил символические сборные признавался лучшим сейчас архив москалев какой мере на ваш взгляд как специалист может оценить игру москалева в полной ли мере он заменяет сейчас матвея за матвея мы только можем порадоваться да что он подписал уже в 15 лет свой профессиональный контракт будем надеяться что это только начало такого долгого и замечательного пути профессионального футболиста архив сейчас для них выпал шанс играть они также находились в работе в обойме на них мы рассчитывали да сказывается где-то небольшая может быть нервозность ввиду недостатка игровой практики но это абсолютно нормально я думаю через эти игры они также наберут и достойно заменит займут свое место ворот максим лупаоков автор забитого мяча в команде волгарь ну максим насколько сложный насколько сложной получилась игра насколько какова причина того что не смогли удержать все таки победный счет сегодняшнем матче ну игра была во первых очень тяжелая не смогли удержать победный счет потому что не хватило нам немного сил в конце нас задавили так по такой причине команда выглядела неплохо и действительно в атаке выглядела содержательно в отдельных эпизодах тем не менее не высоко в турнирной таблице в чем причина на твой взгляд и как полагаешь сможем ли посможет или поправить ситуацию в турнирной таблице думаю да сможем править ситуацию потому что хорошо поработали на сборах будем давать и силы в каждом матче чтобы занять выше в турнире под таблицей максим с приобретем борис живак наставник команды в алгаре астрахань борис сергеевич сложным получился поединок у нас в принципе всегда с командой краевой академии всегда сложные игры всегда интересные да сегодня не было так много забитых голов как в прошлом году мы здесь 4 4 когда сыграли да но опять же у нас есть определенные потери мы не смогли в полной мере играть там в свой футбол в тот который мы хотим пришлось подстраиваться под соперника но я считаю что ребята как смогли установку выполнили и да не дотерпели да получили в концовке но также в концовке могли выиграть забей два эпизода когда мы выбежали в переходной фазе в атаку если мы забили 0 2 я думаю вряд ли уже команда соперника отыгралась первом круге вы уступили на своем поле сегодня но если не доминировали то вели в счете максимум времени в основном во всяком случае каковы вы выводы были сделали из первого матча и насколько они пригодились в этом поединке сегодня ну в принципе да мы эту игру проиграли мы там первый тайм 00 сыграли там немножко не было концентрации в пропущенном первом мяче потом побежали отыгрываться пропустили 2 проиграли 0 2 там не забили свои моменты да но в любом случае мы готовимся к сопернику разбираем его конечно там какие-то элементы из той игры взяли но все равно у соперника тоже там со временем игра меняется поэтому смотрели по последней игре исходя из последней игры соперника удачи вам как наставнику вашим ребятам хорошей дороги домой